Вопрос на день сегодняшний очень актуален. Могут ли потомки равинов, фарисеев, книжников управлять Украиной, которая воюет, которая проливает свою кровь за украинскую идею, которая была очертана Майданом. Борьба с предательством, борьба за национальные интересы Украины, борьба за христианскую Украину. Вместо бога неугодных дощечек и мумбоюмбовских поганцев, борьба с коррупцией и по мере борьбы более-менее процветание Украины могострадальной ныньки. Естественно, чтобы не обвинили зловздыхателя меня в антисемитизме, скажу, что очень много евреев, очень порядочные люди, намного порядочнее, чем те же самые украинцы, по крайней мере, которые записаны в паспорте, как украинцы. Потому что некоторые говорили, что они украинцы, а потом стали прокурором магнитским. И есть среди богом избранного народа очень хорошие люди, которые привнесли и в украинскую, и в мировую, и культуру, и экономику очень позитивные вещи. Ну, а теперь, чтобы не обвинили меня в сианизме, вернемся к нашим баранам, тобто к нашей теме. Этот кабинет продолжает реформы, которые были закладены моим кабинетом. Если они все-таки умеют исправлять ошибки, тогда должны быть какие-то наказания. Как это? Встань в угол, министр. Или там, дорогой депутат, дай дневник, без родителей не приходи. Или ступай-ка, братец, на конюшню, пусть там тебе дадут розок. Как, кстати, в Израиле наказывают детей в школах? Бьют? Ні, бьют, звичайно, не бьют. Там же ж дитина сама собі визначає міру покарання, яку вона придумала за той проступок, який вона зробила. Причому на це дається три дни. Скажімо, дитина проштрафилась, але вона знала, що цього не можна робити. Батько або мати каже, сину, доню, три дни думай, визначиш собі покарання. Якщо вона буде надто сильним, я його послаблю, але це буде те саме покарання, лише послаблене. Якщо надто слабке, але це ж покарання, я якимось чином підсилю, ну ти його понесеш. І не пробачається. Як ви вважаєте, Андрій, от действительно, якщо окажеться все-таки, що депутати, політики, все, о депутатах, оговорочка, що політики такі можуть справляти свої ошибки. Таке наказання для політика действительно острое, сильное? Ну найбільше покарання для політика – це відмова йому в довірі його виборців, якщо це депутат. А для політика відмова йому в політичній перспективі, і повне його ігнорування і забуття. А це найстрашніше для політика, тому що це людина публічна, вони хочуть цієї публічності, жадають, а коли йому в цьому відмовляють, людина страждає від цього. Вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Ти що у нас так скажуть, я тебе зберігаю. Ти зрозуміло? Ну а для політика відмова йому в політичної перспективі і повне його ігнорування. Як то виглядає в практиці на самом діле? Сидить такий собі Яценюк, чи хтось подібний до Яценюка, і звонить до своїх дітей в Англію, які учаться за бабло, накрадене то ли з бюджета, то ли на проєктах, які должны освоїть українці. Натомість освоїли вот такі чувачки, які сидять на Мальдівах і попивають з трубочки шампусик, який там стоїть по 500 баксів чи потащенки, бутылочка. Звонять там своїм дітям і говорять, «Лєля, як ти там в Англі? Як твоя учеба?» «Лєля, лєля? What's the fucking Lєля? I'm the Linda already!» Или звонить до своєго там кумпля, до гана там. «Ну, Абгашка, розкажи, як ти там поживаєш в цих песках, в цьому мляжному кліматі землі обетованной?» «Ну, плехо! Боремся з ісламським фундаменталізмом!» «Ах, у нас тут такая перспективочка!» «Если хочеш, можеш приїхати і повторити теж мой путь!» «Ти знаєш, мені говорять, що обіжаються іноді, так в серці по ночам, в холодний потік, прозябаються, що я вже не перспективний політик, і мене все забыли!» «Ти представляєш, і навіть в тому році я приїжаю на Україну, на отету, Бандерівську, і кажуть так і так, люди, як ви мене могли забыти?» «Я ж він стенку строю за мільярд баксів, гривень чи чого-то там, не дострою, разокрал все!» «Я ж там того сего, я ж вам платишки преподнес такие!» «Я ж там газ рассказывал вам, как его нужно осваивать!» «А освоил себе! Вы шо, мене не помните взагалі?» «А они так смотрят, украинцы, люди на меня такие, говорят, не, конечно не помним, мы тебя забыли, мы тебя от себя подтолкнули, мы тебе не верим уже, мы тебе вообще знать не хотим!» «Да представляєш, абгашка, вот такое общество, их грабиш, обворовуєш, а они потом тебя игнорирують и знать не хотят!» «А ты там засел с этими фундаменталистами в этих песках, приезжай в Украину, поработай сначала вот с этим быдло-быдломассой, раскрути их, дурачков вот этих, вот как я!» «И тогда приезжай ко мне со своей семьёй на шашлычки в Мальдиве и будешь так же сидеть шампусик по тысячонке баксов попивать со мной в трубочку и позвонишь ты уже деткам, спросишь, в кого они превратились в Англии Саше, Маше, Пете, Дженнифер, Мэри and etc. Чи є у них проблемы чи нама?» Завжди є проблемы! Коли не выстачає там на навчання, відкриття своєї фірми там в предмістях Лондона, в Уэрсі, или ещё где-нибудь там в Америке Всегда не хватает на Гарвард И надо быть публичным политиком чистым, как слеза, которая та слеза виконує у всі свої обіцянки, а потім її всі ігнорують Иде во владу, разкрадает миллионы, миллиарды, Підпожатковує під себе бидло массу всю, всі на циклах на ней працюють, виконують. Така дивна нація іноді Виходить, которая проливає свою кровь, приходить до влади, а потім віддає цю владу Вот таким чувачкам, Который моментально тут же начинает обворовувати Одевает вышиванки И ворують, ворують быстро-быстро, покуда, щоб хто-нибудь не застрюмив А потім в награду, ну, придумайте сами для себя покарання Ну так, покарання так, на Мальдивы Вот такое покарання я себе выдумав По старым каббалистическим укладам Может ли старой, значит, закваски Фарисейской Иудеи или Равины Читать что-нибудь, чтобы критиковало Их и ихнюю псевдоверу Ту, которую Евангелие Полностью перекрыло Упразднило И улучшило Ихне фарисейство Ту, которую они считают за Тора Только ихний Божий закон А что после Торы пророки делали Их не интересует Что говорил Исайя пророк Что делалось потом И приход Иисуса Бога Нашего Всемогущего Их тоже это не интересует Потому что это чуждые для их И как они считают себя Богоизбранным Божьим народом Их идеологии такой Что раз они избранные Значит они имеют полное право Читать людям, другим неизбранным Лапшу вешать Читки всякие Втулдыкивать Обворовывать этих Лохов тупых Быдломассу А потом ехать на Мальдивию И рассказывать всякую херь ересь Ну Постоял значит Рядом с Гоями На Майдане Покричал куля в лоб И все Теперь эти Гои Взяли и на него поработали Заработали ему на Мальдиве Попла И после всего этого Они еще рассказывают Гоям о иудаизме Как это хорошо Быть иудаистом Забывая о том Что Гои Они ж не иудеи Не левиты Гои Это Богом Иисусом Христом Избранный Народ По вере своей Никакого отношения Они Простые люди Евангелия Которые Приняли Бога Отца Сына И Духа Святого Не имеют Ни к кабалам Шмабалам Ни к каким метафизическим Наукам Псевдонаукам И они ж не приходят И со сцены Майдана Вот иудеи Которых ругает Шановный Пан Иван И не говорят Что Мы из вас Сделаем Таких Которые Вы нас будете контролировать И постоянно И чуть что Не на Мальдивы А у вязнения Для нас Коррупционеров Бумы в душе такие Что можем только Обманывать И кидать Гоев Мы с этим Ничего поделать не можем Проконтролируйте нас Гои Пожалуйста А Гою О боже Что он несет Он ненормальный Вызовите ему Психушку Нам наоборот Нужен лидер Такой как Руслана Она нам Светит путь Фонариками Со сцены И миллионы Мы собираемся И в экзальтации В духе Вознесенном Кайфе Счастье Пляшем Скачем Вот что нам надо Вот это истинное блаженство Вот это дух Вознесения А платишки Там Ваши Мальдивы А нам плевать Бо мы вот такие А вот те что вы тут болтаете Это ганьба Слава Украине Я вам покажу Что такое управление государства Я вам пропоную Вон там В зеркало Ви можете встать И сама на себя кричать Я не кричула Я говорю Меня послушайте Ви заспокойтесь И просто добросовестно Свою работу Есть такая книга Пиркия вот Это на еврейском языке И в русском языке Переводится по учению отцов Там Найглибшие думки Єврейских мудрецов За все часы До нашего дня Коротенькие тези Там есть теза Что не можно Єврею Ити У владу В Галуте Тобто Вне земли Израиля В Израиле Вы не рекомендовали бы Гройсману Не рекомендують А не можно Чому? Потому что сказано Что влада вас використает И потом у вас будут еще и проблемы Я не знаю Я не знаю Чи є пан Гройсман З прекрасным прозвищем Чи є він представником Чи він представником Ну Єврейского народу Однак З тих мультфильмів Який ми іноді бачимо В деяких засобах массовой информации Його справді Малюють там Його образ Або щось неподібне Там З єврейською кипою Тут Треба розуміти Що Якщо Він є представником Єврейського народу То Я би радив Як Близький мені По Духовній сфері Людині Задуматись Над тим Що говорять Мудреці Світу Тому що Іосиф Одного разу Єврей Уже право в Єгипті Закінчилось це тим Що він на 10 років менше прожив Ніж повинен був прожити Понимаєте Петра Порошенка фактично є його породженням Протеже І я розумію що він хоче від'єднатися Тому що зараз Все що поєднується з блоком Петра Порошенка Це занадто токсично Для політичної перспективи І ми ж знаємо що Грусьман навіть створив свою окрему партію Називається європейська стратегія Відмовився очолювати БПП Вінниці там окремо балотувався Тобто він бачить себе мабуть самостійно Але поки він перебуває в орбіті Петра Луксіща Порошенка Навряд чи він буде мати перспективу Це один із принципів єврейства Золота середина На початку програми сказав спеціаліст Я вважаю що тут золотою серединою може бути третє питання Допускають багато помилок і не піддаються навчанню Да, вони на 10 років проживуть менше Може навіть на 20 Так як їх воробська душонка Ось дуже податлива на стреси І коронарні сосуди мозга Ось дуже реагують на всяку депресію Тому що вони ж на перетке І їхні діти не були і ніколи не бути Максимум під чужою фамилиєю Імін на якомусь блокпості Под охраною Под постоянним бдительством спецслужб Іхніх карманних Шоколадних Да, вони проживуть менше Як це жалко Будуть в літописи вписані Що да, от тот прожив менше Но зато то, що не напишуть Буде плодитися, не реститися веками Тому що вони награбили на веки Мені не соромно відповісти за всі реформи, які я зробила в нашій країні Мені не соромно жодної минути В Європі люди живуть, вони навіть іноді не знають, хто в них деякою політикою завідує У нас правильно А у нас все пропітано політиками Уже надоїло Знаєте, а Ось ці часи наручні Дорогих марок Була огромна афера в Польщі Його сюди прилабзали Почему? Потому що Ті вот ці связи Аферистичні, економічні Схеми Тиневі С Росією Немножко поприсякли Після войни Но на Мальдіви І на чадо своїх дочерей Сыновей Которі потім возвращаються Великих политиків, коли вырастуть Такі ж воровські великих политики Надо ж дето ж бабло брать Вот вони і беруть Таких вот наваків С Польщі Бывших министрів Чтоб те Открыли Свої тайночки Вот этих корупціонних Связей Уже с европейським Элитой Не тільки европейськой С Китаєм И тому подобне Как он строил дороги Все в Польщі знают Как этот придурок Дал строительство китайской фирмы На очень большую Огромную развязку Дорожную Где-то возле Бытгощ Китайским инвесторам Которые четверть Только где-то построили А потом запросили Сначала сказали Что они Транснаціональная компания Парам-пам-пам Самые дешевые Самые выгодные Потом четверть они построили Сказали нам еще столько же нужно Потом половину Ну и еще столько же Их выперли через огромный скандал Только через градостроительство В Польше Бальцировичи С его пенсионным Аферальным фондом Какие они там аферы с туском Прокручивали Это все равно Что бухгалтер Который должен Заплатить деньги Этим Там охранникам Или еще кому-нибудь Несет Эти деньги В банк Не платит Охранникам Или еще кому-нибудь Персоналу Рабочему Задерживает На месяц В то время Когда эти деньги Прокручиваются Неся этому бухгалтеру Нормальные Такие проценты Потому что сумма Там такая Тоже нормальная И тому подобное Куча манипуляций И куча афер Для Гоев Которые проливают Свою кровь Для Великих Кабалистов Которые знают Все секреты Вселенной Которые Не говорят Что они Да Были богом Избранным народом Но потом Предали Того самого бога За что их бог И Рассеял По всему миру А они потом Этому миру Всему мстили Вместо того Чтобы Задуматься Покаяться Перед своим Богом Который Их Избрал Так что Заветы Великого Кабзаря Тараса Григорьевича Шевченко Боритесь И поборите Они Относятся Не совсем К той теме Которую нам Навязывает Та же власть Вот Вы ж боролись Вот и Напоролись То бишь Побороли Все нормально Идите по домам Уже бороться не надо Мы там За вас Доборимся На Мальдивы Себе На борьем На контрабанде На крови С оккупированной Части Украины На Забытом Крыме На сидящих В тюряге Патриотов Добровольцев На Продажном Генштабе Которые Сливал Сливает И будет Сливать На продажном СБУ Это мы все сами Уже доделаем За вас А вы уже Побороли Все идите Идите домой Работайте На платишке Естественно Тарас Шевченко Говорил совсем о другой Борьбе Это борьбе С внутренним Рабством Дебилизмом Недуховностью Примитивизмом Цареугодничеством Чревоугодничеством И так перечислять можно До вечера А что толк Вот этих перечислений Когда ВОЗ и ныне Там Один ВОЗ В Украине Погрязший В дерьме Коррупции Продажности Предательства Тупизма Воровства И тому подобное А другой ВОЗ На Мальдивах С шампусиком Подтыщенки Баксов И все эти ВОЗы И ныне Там И если мы не Быдломассовский Лохатник То должны Против такого Устоя Где Проливается за нас Кровь Наших украинцев На фронте С оккупантом А у нас тут Оказывается Лохатник И Быдломассовник По крайней мере Мы об этом Говорим Чтобы не было Вяло текущей Шароварщины Постоянно Чтобы Продажные Воры Власти держащие Уже так себя Не изображали Невинных Святых Овечек Хотя За много веков Пролито столько Украинской Крови Что пора бы уже И уразуметь Хоть что-то Но Патерналистический Детский мозг Взрослого Украинца Как бы Отказывается Видеть Реальность Где он А он Один Два Три Десять Это единички Общества Сообщества Которых Десятки Миллионов Но у которых К сожалению Мозг Амебы Такой Самой Амебы Которая Веселилась На дискотеке Рядом С Майданом Когда Этот Майдан Расстреливали Точно так же Как Польское Сообщество Когда Расстреливали Солидарность Смотрела Четыре Танкиста И Собака Так что Во многом Славяне Одинаковы И если Уважаемый Пан Иван Такой То почему Он не пойдет У себя на родине Тель-Авиве И не постучится В Моссад И скажут Ребята Вы знаете Я тут уследил Такую вещь Служба Которая Также Преследует Всех тех Которые Обижают Евреев Во всем мире Преследуют И наказывают Их То есть Он постучится Вы знаете Ребята Вот я Нашел В Украине Столько Много Плохих Людей Воров Предателей Казнокрадов Коррупционеров Которые К сожалению Выдают себя За евреев Вы знаете Что Они создают Вред Очень плохую Опинию Мнение Несут по всему миру О евреях Давайте Их как то так Накажем Моссад Говорит Здрасте Они же украинцы Он приходит Сюда Говорит Так обождите Они не евреи Они украинцы Получается Ну вот как разобраться Что Министр культуры Который Под пулями стоял На Майдане Он Практически сейчас Как токен хед У этих Которые называют Себя правителями Казнокрадами Которые Которые Только под шоколадную свою мафию Делают Денежные Какие то Вливания В культуру Ни бы то Украинскую А на самом деле Они только Себя Утотожнюют Себя Свою Вот эту мафию Привязывают Вот посредством Давания только Таким Выгодным Угодным им Там Церквям Спилкам Публичным Организациям Деньги Давая Только им Они Себя Связывают В одах Песнопениях Что они Великие Украинские В нашей политике Которые достойны За вот это Ихнюю всю Коррупционную Деятельность Только Пошаны Подяки И Благоденствие Что они Чуть ли не Вообще Избранной Украинской Нацией И богом И народ И они Христиане И тому подобное Вот Нет уже К сожалению Боссад Такой службы Которые проверяли А что там делают Вот эти Выходцы Из евреев За кого они Себя выдают Почему они Себя так ведут Что их ненавидят Там 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 Где они там Побывали В тех Странах Там где развал Постсоветский Балаган И анархия Была Они там Пух-пух Польша Украина Быренько Похватали Побежали А опинию Какую они после себя Оставили Вредную Вредоносную Для Израиля Почему они Так не занимаются Такими Как бы Своими Своим народом Это очень Большой вопрос И очень Большая Недоделка Того же Доделанного Массада Который Часто Идеологически Любят Раскручивать Антисемитизм Высосанный С пальца Ни на чем Чтобы Потом Бороться С этим Антисемитизмом Во всем мире И тем самым Давая преференции Своим Концернам И тому подобное То есть Очень Выгодное Идеологическое Экономическое Подспорье Привезли Премьер-министра Он Порассказывал Что-то Об И все Теперь Украинцы Винны Должны Подвинуться И тут Придут Ихне Израильские Концерны На которые Украинцы Место иметь Чтобы Чтобы Израильтяне Работали на Украинцев Украинских Фабриках Чтобы Хорошая инвестиция Себестоимость Продукции Дешевая Пускай Израильтяне Поработают На этих Заводах Украинский Бюджет Получит Большую Выгоду ПКБ Выроснет Поляки Поработают У нас На украинский Бизнес Нету ж такого Почему Такого нету Неужели Земли у нас Не родючие Да нет же ж Потому что Из народа Выродился Дух Украинскости Дух Небыдлизма Дух Отсутствие Рабской Подчиненности Дух Несуществования В Потемкинских Деревнях И так можно Долго продолжать И почему Мне очень интересно Евреи Слушались Своих Равинов До такой степени Что Не боролись В часы Второй мировой Войны А просто Гуском Как по Трубочке Из известной Сказки Шли На заклане Шли На свою Смерть Не борясь Это ли Пример Для Борющейся Воюющей С оккупантом Украины Нет конечно же И почему Теперь Украинцы Должны Так же Гуськом По трубочке Идти За предательством За коррупцией За вырождением Украинской нации И духа За уничтожение Своего Христианства Благодаря Только Которому Бог Всемогущий Еще как то Заботится О Украине Которая еще Не сполна Розума Этого Христианства Не надбала Его В нужном Эквиваленте Чтобы Бог В нужном Эквиваленте Тоже Задбал Позаботился О благоденстве Этой Украины Я понимаю Что сравнивание Холокоста Сравнивание Концлагерей Там где Живцем были Умершлены Миллионы Евреев И Современная Коррупция Когда Гои Идут Вслед за этой Коррупцией И слушаются Беспрекословно Этой коррупцией Это не те Сравнения Но я сравниваю Не именно Холокост И коррупцию Я сравниваю То Слепое Послушание Тот Слепой Патернализм Который Втюхивается Вдабливается Слепым Гоям Это такой же Преступный Патернализм Который Вдабливался Во время войны Слепым Евреям Вдабливался Якобы Неслепым Как мы теперь видим Тоже Слепым Равинам Которым Которым Было это выгодно Втюхивать И вдабливать Простым Евреям Которым Они просто Их слушались И подчинялись Теперь Мы видим До чего Это слепое Подчинение Довело И допровадило Когда в послевоенной Германии В годы После первой мировой войны Бедная И Бедная Контрибуционная Германия Платила Там Не платила Там Дань Но она была Бедная В то время Когда Богатые Равины Зажигали В ресторанах И ходили Плевали На бедных Прошедших Коллег С первой мировой войны Немцев Понятно что Германия была частично Виновата В распынтании Этой войны Но виновата Перед кем Перед царской Россией Или перед другими Капиталистическими Феодальными Устроями Европы Такими же самыми Как и та же самая Германия И злость К тем Равинам Злость К такому поведению Когда Немцы Ходили Жебрачили И довела До волны Такой Антисемитской Преступной Волны Которая Поглотила Миллиона Ни в чем не повинных Простых Евреев Простых Людей И благодаря В принципе только Их мученичеству Миллионов этих Простых Людей Евреев И был построен Миллион Как теперь Современный Израиль И имеет ли право Этот современный Израиль Поступать так же Как поступали С ним Не забирает ли он Этим Мученичество Своего народа Перечеркивая Ореол Мученичество Правдивости Святости Как они считают Израильтяне Своего Нимба Мученичество Израильского Нельзя этот Нимб Святости Замученичества Использовать Сугубо в коммерческих Воровских Коррупционных Продажных Целях То ли к своему народу То ли по отношению К другому народу Тому народу В котором Они живут Потому что тот народ Даже не знал Что надо вместо Сберкнижки Совдеповской Советской Деньги держать Не в сберкассе Ощадбанка СССР А просто Подкупить Золотишко На всяк случай Потому что этот народ Был Настолько Сбыдло Массирован Что верил Всему И этим Верим всему Пользуются Сейчас Все Кому не лень Кто тогда Знал Намного больше Чем простые Вот эти Простолюдины Совдеповские Лапотники Миллионы Которых По всему Постсовку И которые Так же самое Сейчас Используемые Там Тоталитарным Строем Тут Продажной Мафии И вопрос Сугубо Риторический Должны ли Могут ли Имеет они Моральное Духовное Будь какое Право Эти Равины Или Потомки Или Ашусты Обманщики Лидеры Которые Продали Тех самых Простых Евреев Перед Второй Мировой Войной Должны ли они Управлять Другим народом Если им Наплевать На свой народ То почему бы им Не наплевать На чужой народ Который является им Как Гойский народ Которого они Не считают За святой народ Хотя По Евангелии Написано Что христианин Уверовавший Бога Автоматически Становится Святым Они это Не признают У них Святые Те Которых Они Отбеливают Отдавши На заклание На мученичество Для своего Бабла Наворованного Простых Обычных Людей Евреев Украинцев Белорусов Там Поляков Кого угодно Это для них Масса Которая нужна Для строительства Своих Кабальских Пирамидок Так же не честно Так в Библии Не записано Все по другому Поэтому И воспринимать Христианам Современным Нужно тоже Все по другому И тем самым Евреям Нужно воспринимать Не только Как воспринимают И читать Так как читают Книжники Фарисеи Равины Тору А читать Как воспринимают Ее Через писания Святых апостолов И через слова Которые говорил Иисус Христос Бог наш Всемогущий Бог Сын и Дух Святой Только Так Можно Не ошибиться В Вере В любой И украинцы Тоже нуждаются В своей критике Не только Евреи Те украинцы Которые еще Вчера кричали Гангадзе Голодомор Репрессии Круты Потом пришли к власти Стали кем? Магнитскими Прокурорами Запроданцами Ашустами Так само Со временем Будут кричать Следующие Наступные Ашусты Которые Будут пользоваться Тем самым Рычагом Мученичества Будут вспоминать Иловайские Котлы Дебальцевские Котлы Шоколадные Фабрики И тому подобное О которых Надо постоянно Вспоминать Но только Одни На этих Воспоминаниях Делают себе Бабло И летят на Мальдивы Уходя Тем самым В забвение От наказания А другие Более-менее Исполняют Свой Христианский И национальный Долг Служа Этой власти И этому Иногда Темному Народу Обучая Чтобы этот Темненький Народишко Не был Аж такой уж Темный Чтобы его не держали Постоянно в лоховском Подвале Еще более Затемненным Чтобы его не кормили Говном Всяким Под названием Шароварщина И политическая Манипуляция 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 Манипуляция